Приветствую вас, дорогая Церковь! Хочу обратиться к тем, кто здесь сидит, которые возрожденные люди. Кто из вас хочет стать более похожим на Иисуса Христа? Поднимите руки. Кто хочет следовать за Ним, становиться похожим на Него? Кто хочет иметь те качества, которые Иисус имеет? Пометьте себе, у вас будут скорби в жизни. Мы будем страдать, у нас будет боль, у нас будет переживание. Бог не посылает своим детям ограждение от всех бед, которые происходят в этом мире. И нам очень тяжело это принять иногда. Когда скорбь приходит в нашу жизнь. Как в тексте одной песни христианской группы New Song, есть такие слова. Никто из нас не пройдет через жизнь без шрамов. Если нет ран на нашем теле, тогда на наших сердцах. Господь, Ты делаешь все вещи по Своему плану. И ничто не приходит, не пройдя через Твою руку. Если у вас еще не было скорбей, то они будут. И это не потому, что я говорю об этом, как-то придумал. Это не потому, что я хочу как-то вас запугать этим. Но потому, что это реальность. И потому, что об этом говорит Слово Божие. Ставши, давайте прочтем Иоанна, 16 глава, 33 стих. Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Также Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». И 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Аминь. Можете садиться. Скажу наперед, что эта тема настолько обширная, настолько глубокая, что мне пришлось ее разбить на несколько частей, на серию проповедей. Я не могу все сказать о ней за эту проповедь. Тема «Для чего страдания?» Когда приходят страдания в нашу жизнь, то приходят естественные логические вопросы. Почему? Почему Бог мне это допускает? Что Бог меня меньше любит, чем других? За что мне пришло такое горе? За что мне приходят такие страдания, такие переживания? Это особенно тяжело, когда ты видишь других людей, которые этого не имеют. Такого рода вопросы появляются, и они естественные. Мы люди, мы задаемся такими вопросами. Но очень часто мы забываем задаваться более правильным вопросом. Для чего? Для чего Бог послал это мне? Какая у Господа цель через это? Я сразу вам скажу, что не всегда мы находим ответ на этот вопрос. Не всегда мы это видим ясно в Писании. Иногда даже, может быть, позже, годами позже, мы видим на это ответ. А иногда даже вообще не видим. Но я хочу вместе с вами все-таки посмотреть, для чего Бог посылает нам страдания. В первую очередь, хотелось бы посмотреть на определение слова «страдание». Евангельский словарь библейского богословия определяет так «страдание». Страдание – это ощущение физической боли и или душевных мук. Другой словарь определяет так. «Страдание» – это состояние боли, болезни, горя, печали, страха, тоски и тревоги. То есть, страдание – это состояние и ощущение физической или душевной боли и мук, или двухмести. Также, говоря о страданиях, нужно отметить, для чего, как произошли страдания на земле, откуда их происхождение, возникновение. Бог послал страдания, как проклятие и последствия греха, которые совершил Адам и Ева. В Бытие, 3 глава, 16-17 стих, Бог сказал Еве, «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Адам уже сказал, «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью, в английской версии с болью». Будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Но, возможно, вы зададитесь вопросом, Стас, ну почему ты говоришь, что у нас будут скорби? Ведь в Псалме, 33-м, 20-й стих записано так, «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Здесь какое-то противоречие. Но важно понимать то, что Бог не спасает нас от бед, Он спасает нас в бедах. Верующие люди, они не застрахованы от бед, так же, как и невозрожденные неверующие люди. Но у них есть всемогущий Спаситель, Искупитель, который может их спасти. Это различие имеет решающее значение. Когда верующие люди попадают в беду, они не становятся их погибелью, эти беды. В стихе 23-м приводится объяснение вот этого стиха, обетование об этих избавлениях. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Какие бы бедствия ни приходили в жизни верующих людей, то они не вредят самому главному – душе. Так как Писание говорит, так же в Псалме, «Бог избавит душу мою от власти преисподней и от жала каждого страдания». Но Бог не просто допустил страдания в жизнь и просто на этом закончил. Нет. Бог настолько мудр, что Он через страдания также достигает Своей цели, и Он также действует через страдания. И здесь я хотел бы сделать оговорку, что вместе с этим я не хотел бы, я не буду говорить о страданиях, которые испытывают люди, как прямые последствия соделанного греха. Это отдельная тема. Итак, для чего Бог посылает страдания? Первое. Страдания посылаются нам для того, чтобы через них был прославлен Бог. Вы можете сказать, это невозможно. Как это так? Через страдания Бог прославляется. Это как-то неправильно даже звучит. Но если мы откроем Деяние, 16 глава, 19 стих, Деяние, 16 глава, 19 стих, там записано так. «Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватила Павла и силу, и повлекли на площадь к начальникам». Перейдем к 22 стиху. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Павел и Сила, пройдя через такое унижение, через такую боль, через такое заключение, в котором они были, они посреди этого все равно молились и воспевали Богу. Поразительно, что даже несмотря на это, они все равно славили Бога. И хотя люди проходят, верующие люди проходят через жестокие пытки и казни от людей, и надсмешки, что является на самом деле в прямом смысле страдания, их как-то все-таки легче понять, потому что верующие люди, они получают это за свое вероисповедание, потому что, как мы видим в Писании и как мы видим в мире, мир противится Христу. Но когда нас постигают страдания не от людей, не из-за веры, не из-за нашего вероисповедания, не из-за Христа, а в связи с какими-то жизненными обстоятельствами, нам становится сложнее понимать, почему это происходит, почему нам это допускается. И для этого важно понять следующие причины страдания. Страдания нам посылаются для того, чтобы через них мы стали духовно сильными, мужественными и могли утешать окружающих нас людей, которые также проходят через страдания. Олег Лось родился здоровым мальчиком, и он ездил на велосипеде, он делал все, как другие, но у него появился сахарный диабет и мышечная дистрофия. Впоследствии он стал инвалидом, но Бог все равно работал через него, и он написал несколько альбомов христианских и стал христианским певцом. И в одной из своих песен он написал следующие слова. «В огне испытания пылает душа и скорбит, но это страдание нисколько душе не вредит. Она закалится и станет сильнее в огне, ведь все, что случится, ко благу содействует мне». Бог хочет использовать нас, и Он также использует и страдания для того, чтобы достигать Своей цели. Пройдя через них, мы можем и утешать других людей, которые также вокруг нас страдают. Второе Коринфянам, первая глава записана. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякую скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находившихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Третье. Страдания посылаются нам для того, чтобы другие люди, видя наше страдание, также могли проявлять те качества, которые Иисус имел. Это любовь, забота, понимание, сострадание. Если бы не было у нас страдания, тогда бы не было нужды в проявлении любви, заботе и состраданию. Эфессианам 4 главе записано. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны». Как в одном стихе, который позже стал в нашей церкви песней, записано так. «Как велика твоя любовь ко мне, я это сознаю, когда мне трудно, когда на всей этой большой земле я помощи не вижу ниоткуда. Когда нежданно постучит беда, так что захочется кричать от боли. О, как же любишь ты меня тогда! Я это знаю, чувствую душою. Как велика твоя любовь ко мне, я узнаю ее в улыбке друга. Я вижу ту любовь в глазах людей, которым, как и мне, бывает трудно. У нас бы не было бы нужды в любви и от людей, если бы у нас не было бы страданий, тяжелых переживаний. Четвертое, страдания посылаются нам для того, чтобы они послужили нам во благо. есть места в Библии, которые мы рады, что они есть в Библии. Не так ли? И один из таких стихов это Римлянам 8,28, где записан нам очень знакомый стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Но тут какая-то ошибка. «Ну не может быть так, что все». «Ну как все? Все? Ведь есть так много, что нам непонятно, как это во благо нам является. Но Библия утверждает, что все. Она говорит, «Притом знаем». И мы можем сказать, да, мы знаем. Можем сказать, даже место, где это записано. Но верим ли мы этому? Доверяем ли мы Богу, что именно через это Бог посылает нам благо? Понимаем ли мы это? Что Он действительно делает нам во благо? В Библии есть множество примеров, где Бог посылал страдания, но они обращались во славу Его. Но я хочу пройти вместе с вами еще глубже в сам корень страдания и ответить на вопрос, так все-таки, каким образом страдания являются для нас благом? Как Бог работает через страдания? Для чего они нам посылаются? Ответ? Страдания посылаются нам для того, чтобы преображались мы в образ Христа. Страдания могут ожесточить нас, они могут поменять наше мышление о Боге, разочаровать нас, даже привести к суициду. Но страдания могут сделать также и удивительные вещи. Они могут приблизить нас к Господу, они могут побудить нас и ободрять других людей, они могут вдохновлять других людей, они могут побудить людей воздавать славу Богу и также приближаться ко Христу и даже привести человека ко Христу. Филиппийцам 3.10 записано, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь смерти Его. Даст Бог в следующий раз мы поговорим, какими путями Бог преображает нас в образ Христа. Шестое, страдания могут посылаться нам для того, чтобы в них Бог побудил невозрожденных людей прийти ко Христу. Чтобы лучше нам понять это, я хочу проиллюстрировать это в следующей истории. Билли Грэм имел конференцию в Амстердаме в 90-х годах для странствующих евангелистов. На нее приехал один воин народа Масай. И потом один христианский певец Майкл Карр написал историю об этом журнале, которая произошла с этим воином. И она произошла в реальной жизни. Один день Иосиф, этот воин Масай, шел по одной из горячих африканских дорог и повстречался с человеком, который поделился с ним Евангелием Иисуса Христа. И там он принял Иисуса как Господа и Спасителя. Сила Святого Духа начала преображать его жизнь. И он был наполнен такой радостью и трепетом, что первое, что он хотел сделать, это возвратиться в свою собственную деревню и там поделиться благою вестью с членами его местного племени. Иосиф начал ходить от двери к двери, говоря всем, с кем он встречался о кресте, о страданиях и о спасении, которое оно дарует, ожидая, что лица их загорятся так же, как загорелось его. И к его удивлению, жители деревни не только были безразличны, но они начали быть жестокими. Мужчины схватили его, держали его прижатым к земле во время того, как женщины били его колючей проволокой. Его выволокли из деревни и оставили умирать одного в кусте. Иосиф как-то смог выкарабкаться в яму с водой и там после дней потери сознания и приходя в себя нашел силы встать. Он размышлял о враждебном приветствии, которое он получил от людей, которых он знал всю жизнь. Он решил, что он должно быть сказал что-то неправильно или что-то упустил из истории об Иисусе. После того, как он попрактиковал свою весть, он решил пойти поделиться этой вестью опять. Иосиф хромал в кругу хижин и начал провозглашать Иисуса. Он умолял, он умер за вас, чтобы вы могли найти прощение и прийти к познанию живого Бога. Опять он был взят мужчинами деревни и они держали его во время того, как женщины били его, скрывая заново раны, которые только начали заживать. Они снова выволокли его без сознания из деревни и оставили умирать. Выжать первое избиение было поистине удивительное. Пережить второе было чудом. Опять днями позже Иосиф пришел в себя среди дикой местности в побоях и ранах, целенаправленный идти обратно. Он вернулся в маленькую деревню и на этот раз они напали на него до того, как он имел возможность открыть уста. во время того, как они били его в третий и, возможно, последний раз, он опять произнес им «Иисус Христос Господь». Перед тем, как он потерял сознание, последнее, что он увидел, было тем, что женщины, которые били его, начали рыдать. На этот раз он проснулся в своей кровати. Те, кто так сильно били его, теперь пытались спасти его жизнь и восстановить его здоровье. Вся деревня пришла к Господу. Бог работает разными путями и иногда, но не всегда, Бог посылает нам страдания для того, чтобы другие люди, увидев, через что мы проходим, пришли ко Христу. как сказал апостол Павел, ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь. Через свои страдания апостол Павел мог засвидетельствовать о скорбях Христовых. И седьмое, страдания посылаются нам, потому что они имеют смысл. Стих, который мы просчитали в начале, 2 Коринфянам 4,17, «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит безмерном преизбытке вечную славу». Не только все наши страдания кратковременные, не только все наши страдания легки по сравнению с вечностью и славе, которая у нас будет, но все они имеют полный смысл. Каждая миллисекунда нашей боли от падшей природы или падшего человека, каждая миллисекунда наших страданий на пути послушания Господу производит особую славу, которая откроется нам на небе. Мы получим за нее. Несравненно является ли это страдание с большими последствиями или нет, оно все равно что-то делает. И, конечно же, мы можем не видеть то, что оно делает, но наши страдания имеют смысл. Даст Бог нам жизни, и в следующий раз мы поговорим о других семи причинах, для чего Бог посылает нам страдания и о том, каким именно образом страдания преображают нас в образ Христа. Итак, каков же вывод из этого всего? Нам нужно помнить, что страдания будут допускаться в нашу жизнь, нам, верующим людям. И у Бога есть свои причины, для чего Бог посылает нам те или иные страдания. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся. Любящий Спаситель, я беру тебя за этот день, за то, что ты благословляешь нашу церковь, и ты посылаешь нам скорби, переживания, трудности в жизни не напрасно. Ты имеешь цель для этого, и очень часто мы не видим этого, мы не понимаем, почему, мы не видим смысла, и мы просим тебя, чтобы ты помогал нам это видеть, чтобы ты утешал тех, которые скорбят физически, кто скорбят душевно. Я прошу тебя, чтобы ты помогал нам следовать за тобой, чтобы люди, которые вокруг нас, мы получали поддержку и твою любовь. Я прошу тебя, ты благослови каждого пред тобой стоящего, чтобы ты помогал нам идти за тобой, не спотыкаться, не дать, чтобы разочарование этого мира и эти переживания, которые ты допускаешь, чтобы они не разочаровали нас в тебе, чтобы мы продолжали следовать за тобой. Я прошу тебя, богослови каждого члена нашей церкви и всех, кто приходит в нашу церковь, чтобы ты работал Духом твоим святым и помогал видеть твое благо во всем, что ты посылаешь. Прошу тебя, укрепи каждого и помоги. Да будешь ты за все прославлен наш любящий Господь и Бог. Аминь. 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 Аминь.